Специалисты метростроя продолжают монтировать тоннелепроходческий комплекс на дне стартового котлована на Галактионовской. Комплекс пробурит тоннель от исторической части города в сторону станции метро Алабинская. Его величина впечатляет. Протяженность сооружения составляет 88 метров. Здесь располагается все, что нужно для успешной проходки и прокладки тоннеля. В переднюю, головную часть конструкции навесят ротор. Подобие сверла для дрели. Проходит почву как по маслу. Под давлением лезвия ротора вытесняют грунт, который вывезут вагонетки при помощи небольших локомотивов. Дизельные локомотивы уже на дне котлована. Разработанная порода, уходя по конвейеру на ленточный транспортер и попадая в вагонетки, в дальнейшем башенным краном будет подниматься на поверхность в грунтоприемник. А оттуда будут вывозить самосвалами на полигон. Сборку комплекса планируют закончить к 15 апреля. Старт на разработку грунта будет дан после необходимых проверок, испытаний, тестовой проходки в 50 метров, а также после регистрации объекта в Ростехнадзоре. Начальную точку обозначили кольцо диаметром 6 метров. В него и врежется щит. Как отметили специалисты, грунт в зоне метростроя и дальше достаточно податлив, поэтому комплекс сможет выйти на проектную скорость 200-250 метров в месяц. И хотя установка может разгоняться до 500 метров, нужно учесть особенности при подходе к зонам влияния каждого из строений, находящихся на трассе проходки. Особенно это касается объектов культурного наследия. К доставке и установке тоннеля проходческого комплекса готовят и площадку на пересечении улиц Полевой и Новосадовой. Здесь специалисты заняты разработкой стартового котлована. Процесс такой же, как и в зоне строительства метро на Галактионовской. Как только закончат с котлованом, начнется обустройство площадки для размещения комплекса. Театральная свяжет удаленные районы с историческим центром Самары. После ввода станции в эксплуатацию, в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока, в подземке минимум на 15% планируется уменьшить интервалы движения поездов до 7-8 минут и увеличить количество составов на линии. Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» готовит свои ресурсы. Так, в этом году продолжится капремонт вагонов. Отметим, что к текущему году парк обновили уже более чем наполовину. Кроме того, запланировали дополнительный набор и обучение машинистов. Плюс еще одна станция, это, конечно же, огромный показатель в развитии инфраструктуры городского округа Самара. Жители удаленных территорий, таких как Безымянка, будут очень быстро и беспрепятственно добираться до центра города. Продолжение следует... Продолжение следует...